Приветствую всех, с вами Ольга и проект Elite InfoBiz. Данный обзор пойдет на региональное подразделение онлайн-банка PayPal. Итак, от данного банка нам поступил денежный перевод в сумме 196 440 рублей. Здесь есть номер счета отправителя и наименование. Это призовые розыгрыши. У нас есть 24 часа для того, чтобы успеть снять денежные средства или они вернутся отправителю. Есть кнопка «Получить деньги сейчас» и есть информация о данном банке. Его адрес Россия, Москва, почтовый индекс 101-00, улица Пресненский Вал, 25. Посмотрела я данный адрес и по данному адресу вот такое здание. И в этом здании абсолютно ничего нет и близко к названию банк. Далее вернемся. Есть лицензия, это официальный сайт регионального отделения. И есть номер телефона, который очень похож на номер телефона другого банка. Если мы проверим информацию действительно по какому же телефону мы можем позвонить в PayPal, то этот номер телефона совсем другой. Но несмотря на это я сейчас нажму «Получить деньги сейчас» и посмотрим, что нам приготовили. Вот у нас подготовка денежного перевода. Идет активация личного кабинета. Для того, чтобы войти в личный кабинет, необходимо подтвердить личность, ввести имя и фамилию. Но я думаю, что это лишнее, поэтому достаточно будет ввести любые буквы. Наши введенные буквы успешно прошли, а это говорит о том, что данный сайт не обрабатывает никакие входящие данные. Вот у нас списание операционных расходов. Банк берет 10% от суммы перевода. Они будут списаны моментально с нашего баланса. И поэтому итоговая сумма к получению после списания 176796 рублей. Жмем «Выполнить списание». Нам необходимо указать свою банковскую карту. И написано, что операционные расходы успешно списаны с баланса. Куда отправлять перевод и требуют номер карты. Но мы номер карты также не будем заполнять, а просто введем символы. Потому что деньги нам, в принципе, никто отправлять и не будет. Далее, что следовало ожидать, требуется оплатить комиссию банка. Комиссия составляет 479 рублей. И тогда нам уверяют, что перевод моментально в течение 10 минут поступит на нашу карту. Которую, опять же, мы придумали. И, соответственно, сайт не обрабатывал информацию. И никто нам ни на какую карту не будет присылать эти деньги. Оплатить можно банковской картой любой или Яндекс.Деньги. Но, конечно же, оплачивать мы данный Лохотрон не будем. Потому что мошенники придумали за этим предлогом еще целую кучу предлогов. Чтобы мы побольше отдали им своих денег. Но главная их цель – это получить данные нашей банковской карты. И уже пользоваться нашими денежными средствами без нашего участия. Поэтому EliteInfobis не рекомендует региональное подразделение онлайн-банка PayPal. Если данный обзор был полезен, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе всех сайтов, которые пытаются нас надурить. Присылайте свои проекты. Мы обязательно все протестируем. С вами была Ольга, проект EliteInfobis. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok